Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим рецептом орехового торта. Сначала нам понадобится 300 грамм орехов очищенных, 8 белков, щепотку соли бросим туда, 300 грамм сахарной пудры. Я загружаю орехи в комбайн и размалываю. Измельченные орехи получаются не мелкой фракции, среднюю фракцию. Далее взбиваем белки, вначале до средних пиков и затем добавим туда сахарную пудру. Такие получаются у нас средние пики. Сюда мы постепенно добавляем 300 грамм сахарной пудры и затем еще добавим столовую ложку муки. Теперь аккуратно соединяем измельченные орехи и взбитые белки с сахарной пудрой. Все это порциями аккуратно перемешиваем по часовой стрелке. Я обычно перемешиваю. Далее, друзья, подготавливаю, застилаю пергаментом противень и выкладываю всю нашу массу тонким слоем. Выложу на противень. Выложили, размазали так, чтобы толщина была не более 3 мм. И отправляем в духовку при 180 градусах 7 минут. Друзья, пока пекутся у нас коржи, мы взбиваем сливки. Плюс туда 300 грамм сахарной пудры и плюс щепотка лимонной кислоты. Взбиваем до крепкой пены. Сливки взбили. Вот такая крепкая, плотная пена получилась. И ждем, пока выпекаются наши коржи. Затем достанем коржи, уберем сразу же пергамент и дадим им остыть. И только после этого будем смазывать нашим сливочным кремом. Прошло 8 часов и мы достаем наш торт с холодильника. Валерий будет сейчас. Валер, покажи. Иду, 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 иду. Так, ну, на камеру, как он, как режется. Понятно, что там орехи. Нормально. Режется хорошо. Ну, все, давай на тарелочку и расскажи. Покажу. На вкус попробуем. Ну, а ну. Еще раз. Давай. Ну, и впечатление нам, пожалуйста. Вкусно. Вкусно? Да. Ну, вот, приятного аппетита. По калорийности, конечно, калорийные. Здесь сливки, орехи и сахарная пудра и белки. У всех разные рецепты. У меня получился такой. Ну, впечатление. Вкусный, 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 говорит. Валер.